Ну что ж, спасибо Григорию. Я еще хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 847-226-9956 от Волнах Сангейтс Рэйдио. У нас сегодня замечательный коуч-тренер, коуч-лайф-тренер Григорий Макарон, который помогает нам решать всевозможного рода проблемы. И последний вопрос, который мы имеем от супружеской Читы из Украины. Устали жить в бедной и раздираемой войне стране. Олигархи захватили власть и дуют народ как корову. Давно хотим куда-то уехать в другую нормальную страну, лучше в США. Как сделать этот важный шаг оптимально? Окей, у нас нет имен, мы обращаемся просто к Чите из Украины, к другим похожим ситуациям людей. Да, действительно, я тоже из Украины, из Киева. И нам очень больно смотреть на то, как... Да, я вас слушаю. Вот у нас такая веселая ситуация. Я рад, чтобы вы такую разрешку сделали. Потому что действительно тяжело жить в стране, в которой есть война, в которой есть такое многолетнее отношение олигархов и власти. Ну, Украина сейчас потихоньку выходит как бы в жизнь в новую, но это очень длительный и болезненный. Это знаете, если сравнивать государство с человеком, мы сегодня говорим про карму, то у государства тоже есть карма и тоже своя судьба, и тоже свой гороскоп. Украина сейчас хронически больна много десятков лет, может быть даже сотен лет, и выходит из этой болезни вот так тяжело. Если вы хотите уехать, вы должны стать иммигрантом. Я иммигрант уже более 35 лет, 33 лет, 34 год. Я был президентом Ассоциации русскоязычных иммигрантов в Лос-Анджелесе и даже создал первый центр русскоязычный здесь, где мы помогали иммигрантам. Поэтому у меня есть некий опыт. Прежде всего, смотрите, для того, чтобы уехать в нормальную страну, вы должны к этому подготовиться. То есть ваша энергия сейчас должна быть очень серьезно направлена на вот эту трансформацию. Это не просто так вы решили переехать, это не переехать из Херсона в Одессу, хотя и из Херсона в Одессу тоже хоть там рядышком это связано с переездом. Вы должны прежде всего выбрать, куда вы хотите переехать. И вот этот переезд это очень осмысленная вещь. Определить страну хотя бы. Да, определить страну. И вы ее определяете по многим параметрам. То есть смотрите, одно дело переехать в Америку, другое дело переехать в Канаду, третье дело переехать в Европу или переехать, скажем, в какую-то другую страну. Следующее. Вы должны понимать, что происходит. Скажем, такая страна, как Америка или Канада, они закрытые страны. Если вы подойдите на въезд в Америку, то тут стоит очередь, ну минимум на 10 лет, а то и больше. То есть это страны закрытые. Но вы должны понять условия, по которым эмигрантов впускают. Условия, по которым впускают в Европу или в ту страну, куда вы хотите. Просто так ни в Америку, ни в Канаду вы не въедете. Есть возможность въехать как беженец. Возможно, Америка открывает какие-то визы сейчас. Вот раньше мы въезжали по визам беженцев, потому что в короткое время в Советском Союзе была такая возможность для определенной группы людей. Возможно, из Украины сейчас открыта какая-то квота для въезда в тех, которые живут в опасных регионах. Или в Канаде, или в другой стране. Прежде всего, узнаете, открыта ли виза для беженцев. Есть ли такая возможность, попадаете ли вы, как страна, на которую напали, в которой есть военные действия. Второе. Посмотрите и узнайте, какие другие условия. Возможно, у вас есть родственники. Вы можете по прямым родственникам по воссоединению семей. Третье. Вы должны узнать, возможно, вы попадете, можете попасть туда. Я не знаю, если устали в бедности, наверняка бизнеса у вас своего нет. А может быть и есть. То есть надо узнать, как специалисты. Иногда вы можете попасть в страну, как специалист. Скажем, вот я знаю, Америка с удовольствием раньше набирала медсестер, тех, которые прошли подготовку. Или даже набирала медсестер профессиональных, которые готовы здесь пройти на так называемую лицензию Registered Nurse. Почему? Потому что здесь была нехватка. Может быть, вы компьютерный специалист. В любом случае, вы узнаете по этой возможности. Проанализируйте возможности. Узнайте, какие есть условия. Походите, погуляйте. Сегодня вся информация есть на сайтах. Вы можете очень много узнать. Ну и последнее. Ну, не последнее, а очень важное. Вы должны понять, что если вы приезжаете в другую страну, то вы сразу становитесь, как говорится, на собственных корчах. Да, во многих странах есть, особенно цивилизованных, есть различные программы. Но если вы здесь не являетесь citizen-гражданином, то, как правило, вам доступ к этим программам закрыт. Значит, вы переходите на свои хлеба, и вы должны быть конкурентоспособны. У вас наверняка должны быть хоть какие-то деньги на первое время. И вы должны, что самое важное, разговаривать, ну, как-то сносно, на языке той страны, куда вы попали. Иначе вы окажетесь, в общем-то, эмиграция может оказаться из бедной страны, в страну богатую, где у вас будет бедность еще больше. Да. Потому что это очень серьезный переезд. И когда вы видите, так сказать, на картинках или где-то показывают вам богатых жителей, поверьте, в этой стране тоже достаточное количество бедных людей и тех, которые не могут себе позволить самых простых вещей. Другое дело, что здесь есть много разных программ, но будьте в этом очень осознанны. На интернете попробуйте пообщаться со знакомыми, сегодня мир открыт. И вы узнаете больше об этих странах и о тех возможностях, которые есть. А самое главное, мой вам совет, начните молиться, начните просить, чтобы вам открылось видение и открылось изнутри понимание, где ваше идеальное место. Ну что ж, Григорий, спасибо вам огромное за столь исчерпывающие ответы на такие непростые вопросы. Спасибо за то, что нашли время и сегодня вышли в наш эфир. До новых встреч, будем ждать с нетерпением следующих передач с вами. Ну, вы были на волне Сангейтс Рэйдио, Стольный Град, Чикаго. С вами был Владимир Гершанов и передача Терра Инкогнито. Еще раз огромное спасибо, до новых встреч. Всего доброго. До свидания.